Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов! С вами снова Джек Шепард и Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6. Всем привет! Мы находимся в Кафедральном соборе, куда нас, собственно, заманила Елена. Или Елена, кому как больше нравится. Здесь куча выживших, и нам нужно... Мы не знаем, что делаем, но Елена говорит, что вот здесь вот у нас был проход в последний раз, когда она тут была. Сейчас мы пытаемся его открыть. И, короче говоря, у нас там были статуи в конце предыдущей серии, мы начали решать эту головоломку. И сейчас у нас открылся какой-то рычаг, что ли. Что это вообще такое? Это что-то классное. Это прямо вот в духе четвертого резидента. Да, я помню, там тоже был замок здорово. Так, тебе нужно свой рычаг наезжать. Так, давай. Им сейчас похоже в раздельный, пойдем по ощущениям. Не хотелось бы. Ну да. Ну, да. Разгадайте загадку статуй. Ой, у тебя целится. В тебя? Кто? Где? В тебя статуи целится. Серьезно? Какого хрена-то вообще? Тут у нас прям этот, Индиана Джонс. Так, я нажал на кнопку теперь. Теперь у меня те же самые проблемы. Как крыс загнали. Прям к центру подходи, да. Нравится. Система безопасности у них. Прям, как в каком-нибудь Assassin's Creed. Да, не для всех. Так, вот это уже плохо. Что-то мне кажется, сейчас у этих статуи будет штук. То есть, вот сколько у нас выемок в полу. Столько и будет. Ну что, ты готов? Ну, я так понимаю, статуи нужно вырубать. У меня нет времени, как обычно. У меня соседи дрелят, как обычно. Да, бежим, 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 бежим. Ой, успел. Отлично. Так, я одну нажал. Сейчас у тебя будет. Нет, опять у меня. Нет, у меня уехала. Ой, ой, ой. У меня две уже выехало. Так, у меня тоже две. Одну нажал. Одну тоже, вторую успел. Вторую нажал. Я чувствую себя лабораторной крысой. Я чувствую себя прям в лабораториях. Эй, причесается. Ну, хорошо. Давай попробуем еще один тест. Ты ничтожен. Я тебя поздравляю. Ой-ой. Стрейф, стрейф. Блин, да сколько их тут, елки-палки? Я три только что обезвредил. Четыре. Я надеюсь. Блин, еще лезут. Еще. Тебе с тобой. И сзади одна появилась в центре. Да, они сейчас вылезут еще. Давай, давай. Ой. Выстрелим все-таки. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Офигеть. Господи Иисусе. За что? Ну все. У меня не открылся. Это проверка на вшивец для ассасинов, похоже. Так, здесь у меня сразу прицел на тебя. Поэтому вполне возможно тебе. Не, а тут у меня мужик лежит, и у него в руке пистолет, который... А, у вас появится, вот, который он на тебя ведет. О, бочки. Так, хорошо. У меня сещение, что мне что-то с этим зеркалом надо сделать, чтобы отражение было. То есть луча в нем. Ну что? А, вот я когда своим целюсь, прицелом, что-то происходит. Смотри-ка. Получилось. Ладно. Испытание прям. На улице по-прежнему дождит, и по-прежнему, я думаю, много зомби. Мы сюда с боем прорвались в конце предыдущей серии. Ну, в принципе, неудивительно, на кладбище мертвичины хватает. Что ты там делаешь? Дерусь. С кем? Тут еще... С зомби. С зомби? У меня спокойно все. Я даже здесь умудрился на эти зомби. У меня ни одного. Так, у меня там было, пока по лесницам поднимался, опять же такое зеркало. Зеркало? А, дверь закрыта опять, да? Так, ну зеркало было. Было. Так, ну и что, я на него навелся. По-анологии, смотри. Я тоже, только смысла нет. Ну-ка, а если с другой стороны? Да, с другой стороны нормально. Ты свое держишь? Так, сейчас ты глядишь с другой стороны, да, попробовать. Ну, короче, Цельсия с той стороны, с которой этот... Все, отлично. Начинает она загораться. Привет. Ну, это прям... Привет. Это прям вылеты резиденты у четвертой. Только ты не... Эшли. Так, чего у нас опять тут нет? А, вон я вижу внизу. Так, она не срабатывает. Хм. А, вон наверху есть еще. А, точно. Так, моя сработала. У меня дверь открылась. Это мне тоже. У меня тут зомбятина. Была. О, ты смотри, какие игры интеллектуальные. Наверх глянь. Наверх. Я свой навел. Теперь попробуй сориентироваться. Отлично. И все больше и больше нравится это место. Так, теперь нам обратно нужно будет посветить, похоже. Статуи подожду. А, нет, здесь мы просто вошли. У меня есть подозрение, что здесь что-то спрятано. Слишком уж такое место. Заковырство. Ну да, но вроде бы... Какой-нибудь скрытой комнаты не видать. В отражении. Я не удивлюсь. Да нет, вроде все нормально. Блин, ну это круто. Это действительно круто. Мне почему-то, да, еще больше всего отдал Майк Рай напомнила первую часть. Вполне возможно. Так, там у нас товарищи. Натовские патроны. Потому что рядом там лежит труп, у которого... Скорее всего, полуавтоматическая винтовка, да. Это хорошо. В переводе написано полуавтоматическая снайперка. Но у нас перевод вообще в этой игре стоит всех тех двух тысяч с лишним, которые просят за эту игру. О, это же снайперка. Я думаю, это просто полуавтоматическая снайпер-томат. Нет, такую я не люблю. Я слишком косой для нее. Так, ладно, оружие меняем обратно. Пистолет нам получше будет. Просто я думаю, нам сейчас придется прикрывать друг друга с расстояния. Или стрелять в колокольчики. Нам читаем в колокольчике стрелять, Садюга. Так, там у нас еще одна статуя. Как нам ее забрать? Так, я в один стрельнул. Их четыре. А то есть, который ты стреляешь, на нем зажигается этот? Угу. Костерчик. Второй. И вот эти два твоих, наверное. Так, подожди. Тут даже один твой. Три я вынес. Даль, неправый. У меня так неудобно стоит, что я, блин, не могу никак к нему прицелиться. Меня колонна перекрывает. Возможно... Ну, ты у нас уже пристрелялся, так что, может, ты это сделаешь. Но с этой стороны явно не получится. Да, я его даже не вижу отсюда. Вот отсюда, если вкраешь, как-то попасть. А он точно тут есть вообще? На этой стороне? Ну, если их, по идее, четыре должно же быть, нет? По идее, должно быть четыре. А, я понял. Видишь, на самом-самом верху. Где птичка еще. Ага. Вот в эту хрену. А, могу попасть. Попал. Я попал. Я попал. Ну, видишь, мне так все сложно оказалось. Так, и что это нам дало? И ничего. Колокольчик призвенел на... А, вот, смотри, здесь подсказка. Пять колоколов. Еще пятый. Так, четыре нашли, да? Так, я, пожалуй, переключусь на пистолет, потому что с этой снайперкой очень долго целится. Да, лучше еще один такой же. Видишь, прямо у тебя по курсу. А, точно. Все. Это именно в духе первых резидентов. И четвертого. И это круто. Надо же разбавлять экшен. Ну, да, это такой фан-сервис. Для фанатов. Так, Мадонна Горе. Хорошо, не зря нам эти винтовки дали. Пригодились. Ну, я не думаю, что против... Так, не думаю, что против Зомби, и нам это будет полезная винтовка. Так, дверь открылась тут новая. Ты где? Мы вернулись. Я вот тут. А, где он тут? Круга странного. А, ты уже вошел, я думаю, я тебя все жду. Да, ом. Пойдем на третьем этаже, короче говоря, этого собора, да? Сюда можно поставить статуи. Статуи. Статуи, Вина. Так, мы сейчас здесь две бочки только. И, в принципе, сейчас вставляем эти статуи, посмотрим, что произойдет. Надеюсь, что-нибудь хорошее. Ну, да. Конечно. Это не арма, сынок. Нафиг, нафиг, нафиг. Офигеть. Народ там не офигел, интересно, церковь. Здесь у нас такое ощущение, что какой-то правительственный объект или что. Что такая система безопасности? Ой, зря, по-моему. По-моему, зря. Простите, ребята. Ну, мы на третьем этаже, нам норм. О-о-о. Это прям какой-то босс из Dark Souls, я не знаю. Что это? Ты спрашиваешь? Так, в упор не стрелять. По-моему, он сейчас станет таким же. А, ну. Зря спрыгнули. Зачем? Ох, тут зомби-то сколько, елки-палки. Где до хрена эта вещь пришла? Смотрите, что-то. Та, блин, зачем мне ваш дробовик? Ой. Так, ладно. Так, поднимайся. Короче говоря, я не понял, как это в этой штуке ворачиваться. Ой, он опять сделал. Ты умный. Да. Слечебный прям в руках. Это ты ронился не будешь. Короче, со стороны лица к ней подходить, похоже, не стоит. Будем стараться по краям держаться. Че-то я так подумал, а может, к ней вообще подходить не стоит. Ну, мы бы уже как-нибудь подходили. Разве не. Так, я беру винтовку. Где до хрена эта вещь пришла? Смотрите, Скаф! Ты посмотри. Сейчас я выжгу из тебя это дерьмо. У меня заслужит приз. Закончить. Наши-то. Нравится, тварь? Регарит. О! Блин, меня опять уронило. Видимо, тебе понравилось, да? Она вообще бешено сносит. У меня только что два квадрата снесло. Так, я гашу по ней. От нее вообще очень далеко надо стараться держаться. А, патроны кончатся, отлично. Он сдох. Походу, я подбегаю бить, не знаю. Стоп. Так, все, варим, варим. Сейчас он долбанет опять на всю жизнь. Так, бегу, бегу, бегу. Так, ты где вообще? Надо вместе лечиться. Я к тебе иду. Так, а люди-то звезли. Гретанол. Да? Кого она дыхнет? Так, ну пока что она здесь... Кто там сверху стреляет? Нас прикрывает, отлично. Так, я целюсь. Или это зомби? Зомби нас прикрывают? Нет, если это зомби, то они в нас стреляют. Так, подожди. Все? Все, ой, сваливать надо. Нужно ее ко мне заманить, да. Где ты? Да ладно. Забей. Блин, не хватало еще обычных зомби, чтобы меня сейчас сожрал. Фигня, она пришла на помощь. Она на второй этаж ушла, что ли? Не паник, люди. Вы сходите от этого. Все, вы сходите! Мы сходим! Ой, ой, плохо, плохо, плохо. Как хорошо, что мы прямо у лестницы-то были. Так, я наверху. Хорошо. Да, блин, этот газ. Вообще дальнобойный по-страшному. Так, я беру винтовку и ее... Да, она будет перебежать. Так, селя. По-моему, я его кончил. По-моему, у меня гранаты не туда влетело, куда я хотел. Бьем его, все, валим. Так. Так, ну все. Последняя точка наша. Та, блин. Ох, что-то, снайпер. Ну, пал вниз. А почему ты думаешь, что это он? Мне кажется, что это она. Я думаю, это не так важно. Давай подискутируем. Самое время. Так, короче говоря, снайперка это... Очевидно. Так, перезаряжаю и начинаю стыдять. Все, я убираю. Ну, мы ее убили. Не, да. В этом все появились. Ох. Какая приятная дама. Вот этот ключ или что там ты пойдешь подбирать снаряд. Я к ним просто не приближусь. Ну, нахрен. Жесть. Не, ну, главное, то есть, правило, как в зомби-ленде. Открывается непонятная дверь. Не все ушли, а все погибли. Слышишь непонятные зюки из темноты. Подойди поближе и обязательно проверь, что там. Так, по им народу погибло. Так, ключ и карта от подземелья. Да, это какой-то правительственный объект. Тут, короче говоря. Фу, так. Вот, как я с ним, в комментариях. Так нужно траву убрать. Я нас подлечил. Снайперка, конечно, особо так не к селу, не к городу в таких закрытых помещениях. Но я думаю, в будущем пригодится. А вот дробовик просто прелесть. Жаль их тут качать, по крайней мере, пока, я как понял, нельзя, как в пятой части и в четвертой. Там вот серьезно давал, так, пистолет, там, сотни патронов в магазине. О, бочечки. И сундук. Бочечка, очки умений двести. А тут очки умений четыре тысячи. Офигенно. Так, я готов. Да, давай посмотрим. К чему же мы так долго шли? Нео Амбрелла, короче говоря. Мне больше всего нравилось именно в Resident Evil, корпорации Амбрелла, такое зло. Потом, когда ее убрали, я скучал. А теперь у нас получается Нью Амбрелла, переродилось. Хорошо. Разве там было Нью сказано? По-моему, Нео Амбрелла или Нео. О-о-о-о. Мне здесь неуютно. Мне здесь... Кажется, вы тут еще и в камеру можно заглядывать. Ну, нафиг. И мне почему-то больно стало. Меня что-то ударило. Там в камере у нас... У меня есть ощущение, что в определенный момент мы просто нажмем что-то не то. И все вот это из камер. Ага, откройте очки есть. Патрончики. Ладно, по крайней мере, у меня верный дробовик. Пока что лучшие пушки этого. Так, здесь у нас есть панель с номерами. То есть, допустим, сейчас 12 стоит, я могу 12 камеру открыть. Так, не надо 12 открывать. Какую давай? Там же... Ну, в принципе, давай-давай. А, не надо было. Ну, ладно, ладно, ладно. Ты 102 открыл. Да, но... Что-то я как-то думал, что здесь 012 написано. Нажимаем, он открывается. И что там? Там эти ультразвуковые. Что-то по что-то стреляешь, да? Ультразвуковые, которые долбят. У них такая характерная черта, когда их убиваешь, нужно отходить. Тут, кстати, говорят, тысяча очков умений. Классный дом. Так, а что тут есть? Ничего. Еще здесь есть толчок. Ты там понимаешь вообще, какую следующую будешь скрывать? Ну, ты мне скажи. Какая тебе удобно? Так, сейчас я тебе скажу, что мне удобнее, если бы ты 12 открыл. К твоим услугам. Здравствуйте, доктор. Это ты сейчас минуту, да, использовал? Ага. Тебя же самого торкнул мальца. Квадратик отнял, нет? А, нет. Ого. Так, патрон на турске. 7,62 снайперские. А у меня другие. Да, я так понимаю, из 21-го вышли, да? Нам нужно открывать, пока не откроем нужно. Тут у нас 200 какой-то. Так, а здесь у нас, подожди, здесь у нас еще. Тут вообще непонятно, что. Там у нас зато ящики есть. Я попробую открыть 201-го. То есть, я попробую 30-ше всего комбинации убрать. Вот это должна быть. Да. У которой ты стоишь. Че там? Два ящика. Очки умений. 9 миллиметров патроны. Хорошо, теперь нам нужно допереть 200 какой вот этого. Ну, я думаю, 210. Может, тут какие-нибудь зацепки есть на стенах, там, я не знаю. Так, пробуй 210. 2, 1, 0. А как это догадался? Элементарно, Ватсин. Элементарно. Где-то подсказки, что ли, были? Нет, а тут просто выбор-то особого не было. А, там выбираешь? Я думал, ты набираешь там цифры. Ну, там цифры только 0, 1 и 2. А, понятно. Здесь из трех надо выбирать, как бы, да. То есть, выбор-то, как бы, да. Я-то думал, ты там, Эйнштейн, Эйнштейн, Эйнштейн. Ой, тут стоит мега-гигантский мужик, который, по-моему, и там трава есть. Я думаю, ему понравится, этому мега-гигантскому мужику какая-то. Вот эту штуку. Давай. Да, это 102. Да, это 102. Да, это 102-я. Да, это 102-я. Да, это 102-я. Ты просто пачкаешь в номерах и в двери. Да, ладно. Да, соленка игровая. Выходите. Время приема пищи. Ну, крикни тому, что они типа там, клинтельки наебицы. Мочи! Отлично. Так, не говори, что ты живой. Он жив. Так, все, отходим. Сейчас будет кричать. Ладно. Так, тут у нас 0, 0 какая-то. И там обычная зомбези. Его можно даже просто руками убить. Так, ну что, что набирать? Ну, 0 какая-то, я не знаю. 0. Ну, давай пусть будет 0,21. Еще, кстати, это 1000 умений было. Боже, справа тебя. Прямо у меня за спиной отошлось. Так, остальные не будем открывать. Ну, а нам сюда, да? Ну, вообще нам сюда. Давай остальные откроем. Как же не полюбопытствовать. Так, что у нас остается? Так, тут двое. У нас здесь нолик в конце. Одна. И 201. Пробуем. Да, зомби. И там, кстати, дверь у них какая-то. Так, что может там даже сюда. Так, подожди. Где открылась? Ты внутри дверь открыл. Вот в этом. Ты 200 какой нажимал? 201. Это 201 внутри дверь открывается. А сама камера 0 какая-то, какая-то. Ну-ка. А если 210? 210 это мы зашли. Ага, понятно. Так, 0. 21 может быть. А нет, я вводил. 0,12? 0,12 это давай. Да. Офигеть. Красота-то какая. Блин, я определенно. Нет, это я ему в баллон стрянул. Заморозило все. Круто. Я определенно обожаю эту игру. Офигеть. Пока хватает. Так, и последняя камера. Последняя камера это у нас... Нолик у нее в конце. Так, что у нас там было-то? Ну тогда я думаю... С... Тихо-тихо. А нет, нет, я не буду минус ставить. Тебя снесет, потому что... 120 открываю. Да. А это зомби обычно. У меня 100 лет. Да, он один. Он будет. Ой, обычно говоришь, что там как-то... Переуплатился быстро. Матис, ну я тебя шланаю, придурок. Короче, нужно убивать. Это взрывное. О-о-о-о. Так, тихо. Отличный оскорбляк. Вот сейчас нужно ему стрелять в грузе. Все, готов. 500 очков опыта. Короче, мы сюда ходили. Ну, в принципе, 500 очков опыта. Ну да, набрали. Все, дальше двигаемся, что ли? Что-то ты прощелкал, а ты перезарядился. Мне показалось, какая-то бомба уже где-то тикает. Что я прошел и... У тебя дараной. Да, я очень радостно поролся. Так, у нас здесь биологическая угроза. Причем дверь вся измятая. Поэтому... Я очень мертвую ее ногой. Так. Комната для допросов. Погоди, я помню, что это место. Дебора должна быть близкой. Кто? Я не удивлюсь, если сейчас в эту комнату пустят монстра, который будет 3 метра шире, но они любят в маленькое пространство нас запирать с какими-нибудь уродами. Пожалуйста, ты в порядке. Что за Дебора? Не знаю, но она, видимо, очень важна для Елены. Факт. Ну я ведь знал, ну ведь знал же. Я просто засморился на жопу Елены. Прости. Но мои зрители скажут мне спасибо. Хотя, пока что только мои зрители есть. По определенным техническим причинам не записывает. Пока что, по крайней мере. Так, идем внутрь. Ах ты. Так, тут у нас прям... Ооо. Сервис. Центр. М-видео. Так, это не Дебора в этот случай? Ну я думаю, что она, но я пока решил смотреть. Не, я думаю, если бы это она была, а то Елена нам что-нибудь сказала бы, типа... Ну, моя джаза была. Скажет. Ну, по-моему, ей плевать. Нет, у меня появлялся какой-то вариант действия. Причем не в первый раз уже замечаю вот такие вот моменты. То есть появляется, исчезает. Ты больше не можешь вызвать. Это, видимо, баг какой-то, что ли. Смотри, дверь открылась. Можно идти. Ну, ах, это была не она. То есть живем в такое интересное время, когда игра на момент выпуска еще во многих местах криво работает. Да. Там патчи-патчи выходят. Да, на самом деле очень плохо. С другой стороны, очень хорошо, когда ты еще мог получить игру прям в день выхода. Не в стиме там, а именно на консоли. Ага. Никуда бы не работал, тебе пришлось бы ее перекачивать. Ну, и да ладно, у меня все работало. Самочевое предложение такое. Так, а теперь работает, короче говоря, когда открываешь дверь... Когда открываешь дверь, нажимаешь еще раз крестик, и он с силой распахивает дверь. Если за ней кто не будет, то его откинет. Круто. Так, ой, ты чуть мне не заехал, кто подбородит. Может быть, это доктор все-таки? Доктор так. Ох, как я в углу. Замочили, в общем. Вот, зеркало. Почему во многих играх сбегает? Мне так нравится в играх зеркала. Да, пока можно все посмотреть. Я помню в Прее. В начале игры буквально ты опять слышишь. В зеркало тымишься. Нет. Так, очки умели. Здесь, короче говоря, я только сейчас понял, вообще убрали мини-жизни. Теперь тут есть только большие квадратики, и они сами по себе потихоньку убавляются. Раньше, то есть в первой девке... Право-красная. Если не ошибаюсь, тут есть одна табличка. В раковине. Короче, теперь тратятся сами вот эти большие квадратики. Поэтому я маленько путался. Полоска ниже них это выносливость. А я все думал, что это тоже жизни, но мини-жизни, как были раньше. Ну да ладно. Так, давай, походи. Красавчик. Давай. С ближнего боя. Жесть. Это было классно. Так, лезет. О, тихо-тихо, ребята. Так, подожди. Отступаем. Отступаем, я хочу мясо. Я дошел. Я прямо этот... Как вы там звали? В Team Fortress. Любитель взрывает. Я не знаю. Я не играл. Я тоже поэтому не знаю. Я что-то слышу. Встает, встает. Ну давай, ну быть мажетом. Вот так это делается. Ладно. Что здесь вообще зависит? Я не знаю. Опыта над ним проводили, наоборот, диагностировали. Скорее опыта проводили. Да. Помнишь, в гирзах вторых была кому-то наподобие. Напомню. Я помню, во что там это все вылилось в итоге. Так, я возьму дробовик. Кстати, умно. Надо было тоже взять. Сейчас посмотрим, что будет. О, Господи. О, Господи. Что это все такое? Это не было здесь. Три дня назад. Хэппи бёдый, Саша Грей. Перевёл. И так, надо вонг. Да. Сивирус. Да, как вы, они ещё только не придумали. Опа. Это Дебора, да? Это то, что ты хочешь мне показать? Нет, я думала... Так, что женщина, или что-то. Ты знаешь... Тихо, тихо, тихо. Да, я проверю. Изи, изи. Ха-ха, такой с ножом подошёл. All clear? Это вроде он спокоен. Вот, что-то у меня такие просадки фреймрейта идут. А у меня ну. Да всё вроде уже прошло. Короче, иду вонг, она же ещё в 98-м году в Raccoon City там была. То есть, первый раз они познакомились с Леоном. И там, в первый раз он её потерял, она погибла. Ну, как казалось, не погибла. Но это её тогда ещё вывели, и сейчас её клон вывели. Чё это такое вообще было? Я считаю, довольно-таки богатая история у Леона Сады. Да. Есть четвёртая часть. Она вообще работала чисто на Вескера, а Вескер это был такой даже неправительственной организацией. Сам по себе всё время. Так, у меня телефон назвали дверь. Ты пока поищи ключик от двери. А я, в принципе, ладно, телефон, просто уберу. Ну, пойдём, можно себе решить, сейчас закончите, ты ответишь. 35 минут. Решение мы найдём как раз. Сейчас я посмотрю на эту здоровенную бабайку. Мне кажется, у одной из этих тварей есть наш ключ. Ну, тогда может быть. Ну, в принципе, да, давайте на сегодня закончим уже, потому что по времени поджимает. Увидимся в следующий. Ну, блин, интересно такой поворот в конце. Оставляет подумать, что это вообще такое было. Короче говоря, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, знатоки вселенной. Ну, за спойлеры, естественно, будут баны. Как обычно, короче, всё. Надеемся, вам понравилось. С вами были Артур и Джек Шепард. Всем пока. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова